Здравствуйте, меня зовут Юлия Бронникова, и я с вами лезть большим стажем и преподаватель проекта Корон. Мы приглашаем вас в нашу группу будущих почитателей, любителей, ценителей и знатоков вина и крепкого алкоголя. Это будет интересно официантам, барменам, администраторам ресторанов и отелей. Это будет интересно продавцам бутиков, винных бутиков. Это модно, это стильно. Вам всегда будет о чем поговорить со своими друзьями и даже незнакомыми людьми. Я научу вас чувствовать, понимать, разбираться в вине и крепкому алкоголу. Сейчас время ускоряется, время бежит вперед, и нам надо много успеть. Поэтому мы создали такую великолепную, считаю, программу, которая поможет вам найти себя, найти интерес и найти будущую профессию, за которую вы много платите. Будем рады вас видеть. Моя задача входит поставить платформу, посадить дерево, чтобы у него были хорошие полноценные ветки. А дальше, правда, вы идете в путь, как раз, и украшать это дерево. Объясню. Грубо говоря, на эти три дня ложится где-то 70% информации, которая должна остаться в вашей колории. Это самое мощное, самое сложное, самое большое количество информации, которое мне надо вливать. Если я буду вливать вас раз, два, три, четыре дня, у вас будет не то, что каша, придется потом это разбирать. Это очень такой угомодный вопрос. Мне очень важно будет увидеть, как бы эту информацию. Это ваша работа с самим собой, с информацией, которую вы получили, и потом вам придется ее передать другим, которые рядом с вами. Потому что в этой профессии, даже в случае, если это для самих себя, вам придется научиться контактировать с внешним миром. Я заложу знания. Знания, которые не выходят наружу, мертвые знания, они вас будут очень тяготить, очень мешать. И вы превратитесь в инвеки снобов. Это в лучшем варианте. Это очень интересная часть вашей жизни, через которую пройдет каждый из вас. Но она будет короткая. Благодаря тому, что вы профессионалы. А вот, если это, ну, я не знаю, нужны ли вам мертвые знания. Сейчас вы очень многое. И ждаетесь ли вы в этих чемоданах. Это опять вопрос, который вы должны ответить себе сами. Потом у нас будет пятый день, на котором вы будете рассказывать. У нас будет дегустация. Большая, серьезная. Я научу вас дегустировать, работать с декантером, работать с бокалом. И вообще понимать, что вообще происходит в этой дегустации. И при всем, скажем так, флоре, романтике, дегустации, вы поймете, что профессионал это немножко по-другому. Когда ты стоишь с другой стороны стола, это по-другому. И выглядит это. У меня есть нос. В течение вот этих всех четырех дней, каждое утро мы будем заниматься и уделять минут 30, ну, вообще общению между собой. И вы будете тренировать нос. Я вам обещаю, даже если у вас нет носа, ну, так вам кажется, что у вас нет носа, у вас будет нос. То есть, это как в цирке. Дрессируем. Мы дрессируем работу самих себя, работу собственного мозга, собственного носа и собственного рта. Так как к дегустации вы подойдете уже с каким-то балансом, знание по дегустации, я надеюсь, пройдет на ура. Потому что, если я вас кину без носа на дегустацию, то это пьянка. Вы должны это понимать. Алкоголь, попадающий в организм, все равно делает свое дело. Я вас научу пить 47 позиций, не пьянее. Расскажу все о дегустации, и это будет закрепляющим нашим пятым днем. Достаточно серьезным, и вы сами уже увидите и поймете, будет обратная связь. Мне очень важно, чтобы вы мне объяснили или рассказали, да, хочу этого, хочу этого. А вот тут я уже не дотягиваю. Вы сразу почувствуете, если мы будем в ресурсе, мы все будем отдавать, принимать, отдавать, принимать. И тогда это будет полноценное обучение. И так, потом, после этого мы уходим на перерыв. Но опять-таки, перерыв ни в коем случае, там, не 3-4 дня. Мы уже будем в среднем 4 дня, я предполагаю, потому что это все равно все должно устаканиться. Дальше у вас будет задача пойти в магазин, в номерах и купить алкоголь. Самостоятельно. Я вам расскажу, как это будет проходить и зачем вы будете разговаривать с продавцами, с консультантами. И опять ваш ответ за консультантом, за вино, которое вы хотите. Ну вот у вас будет такой набор знаний. Я хочу итальянское вино, легкое, такое, такое, вот с такими тональностью. Вот к такой вине вы будете работать с консультантом, вы поймете на общение, что вообще происходит. Знаете ли вы, знают ли они, купили ли вы то вино, которое вы там захотели. И потом мы его дегустируем и уже обсуждаем, и уже тогда не обессудьте, все будут наваливаться друг на друга, в обязательном порядке. Обязательно кто-то будет играть роль плохой полицейский, кто-то будет хороший полицейский. Вы научитесь сопротивляться и понимать, что реально хотите вы, к чему вы идете. Потом у нас вина старого смета, Германия, Португалия, Венгрия, Украина, дегустация. Это мы делаем в один день. Опять-таки это где-то район часов в пяти. Объясню, почему на эти страны мало времени. Их мало на нашем районе. И в силу того, что вы научитесь находить информацию, понимать, что вы хотите, дальше вы будете узнавать о тех странах, которые будут появляться на ваших полках, в наших магазинах, у вас на судне. То есть вы просто будете легко укладывать эту информацию туда, куда она идет. Мы нарисуем полки, у этих полок есть классификация, все есть. Но вы сами понимаете, уделять время там ничего нет, достаточно сложно. Зал украинского производителя, обсудим, поговорим, что происходит на украинском рынке с украинским законодательством в том числе. Поговорим, продегустируйте. И у вас уже будет сравнение вашего вина, вина, которое я предлагаю попробовать. Школа занимается тем, вообще школа, любая школа занимается тем, что мы начинаем с первого класса и доходим до десятого. Следующая история у нас вина нового света. Как раз вы уже на копике у вас будет и вкус, и нос, и уже знания. Там вообще все здорово и хорошо. И слава богу, ребята не заморачиваются по поводу классификации. Поэтому мы быстро, вы поймете стилистику. Здесь дегустация доминирует над знаниями, потому что на самом деле знания там, ну как бы, не такой массив информации, которую, честно, взрослый человек не может понять. Там больше понимания, что эта часть мира нам дарит и каково влияние их на нас. То есть перерыв. Дальше мы опять-таки определяем перерыв, скорее всего, где-то в районе опять-то четырех дней. И у нас начинается самая интересная, крепкая группа. Это один день виски, ром, текила, производство, классификация. Почему одни называются теми, а эти вот так, а что это, и почему есть такой мягкий ром. Мне, пожалуйста, нет такой мягкий ром. Вы встретитесь с такими, научитесь отвечать на этот вопрос. Дальше коньяки, ром и бренди, производство, классификация. Это очень важные части, это мат-часть, по большому счету. Без этого вообще в крепкой группе делать нечего. Если вы не понимаете, что такое виски, как определение, что такое рома, что такое текила, то очень сложно разобраться в разнообразии. И вот когда вы приходите, это крепкая группа на вас стоит, и вы выбираете по цвету картинки или бутылки, форму бутылки. 90% женщин выбирают вино, нравится бутылка или нет. Это достаточно, это будет вам болезненно потом, мы будем как-то с серпом по сердцу. И десятый день, экзамен, дегустация крепкой группы, она будет являться нашим, собственно говоря, только выжившие должны отдохнуть на крепкой группе. Мы обсудим все ароматические формы крепкой группы, какие существуют, то есть мы уже будем разговаривать на одном с вами языке. Правила дегустации, естественно, крепкой группы, ну и экзамен, вы сами понимаете, это те вопросы, которые надо отвечать. Но экзамен здесь будет касаться всего того, что мы пройдем. Я буду спрашивать, я имею право спрашивать у вас только то, что я вам дала. Раньше, к сожалению, я не смогу это сделать. Вот, собственно, и все. То есть, по большому счету, у меня сейчас очень четкое понятие по пяти дням, и дальше мы уже с вами будем совместно решать, как мы двигаемся, насколько группа готова воспринять информацию. И перчик есть. Терка? Терка, это называется зеленый тонин. Вот то, что сейчас у вас в порту, это зеленый тонин. Нет, но есть. Чуть-чуть не опыта. Будьте корректны. Будьте внимательны. От вашего внимания зависит очень много вещей. Да, с кем. Будьте внимательнее, чем все остальные. И вот не будет вам цены вообще. Вернее, цена будет очень высока. Карман. Карман. Привыкайте сразу, когда, где бы вы ни были. Не важно, гости, дача, природа, все, что вы срезаете из бутылки, все в карман. И никто не должен это видеть. Вы должны это произвести в рамках искусства. И все будут на вас. Вы будете король в лечении и королеве. А потом еще мы научимся эти бутылки. Еще нет, но скоро буду. Так что я вам до мастер-класс. Это Герусей. Это говорит о какой? Высокой классификации итальянского лейнар. Ремонт вообще, как бы, занят производством только высоко уровня. Да, тоже стоит. Спасибо. Продолжение следует...